This conference will now be recorded. 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 Собственники и генеральный директор ставят определенные задачи перед руководителем кадровой службы. И руководитель кадровой службы разрабатывает стратегию управления персоналом, таким образом, чтобы вот этих бизнес-целей компании достичь. С точки зрения перспектив развития профессии, это действительно одно из динамично развивающихся направлений, перспективных направлений. Что можно выделить? Можно выделить автоматизацию и роботизацию кадровых процессов, переход на электронный документооборот. У нас в прошлом году внесли изменения в трудовое законодательство и добавили в трудовой кодекс электронные документы. И сейчас многие компании, кто еще не перешел, переходят на электронный документооборот. То есть внедряется прогрессивное программное обеспечение, которое позволяет оптимизировать работу персонала. Но вот эта автоматизация и электронный документооборот, опять же, предъявляют особые требования к уровню знаний сотрудников кадровой службы. Вот мне, например, еще года два назад, когда задавали вопрос, какие компетенции нужны сотрудникам кадровой службы. И это IT-компетенции, то есть мы должны с вами работать с программным обеспечением, потому что действительно большинство процессов автоматизировано. Например, это такие направления, как подбор. Есть очень много программных продуктов, которые позволяют автоматизировать подбор. Например, HandFlow есть такое программное обеспечение. Также есть программное обеспечение по оценке персонала. Это ProEction Pro. Ну и, конечно же, роботизация. Вот, например, у нас есть в подборе робот Вера, который занимается, опять же, это программный продукт, который позволяет повысить эффективность подбора. То есть автоматизировать процесс. Еще это Agile подход в управлении персоналом. Это гибкий подход. Гибкий подход, который тоже предполагает развитие определенных soft skills, то есть определенных компетенций. Это и работа в команде, это и ответственность, это навыки принятия решений, это коммуникативные навыки. То есть это те навыки, которые очень востребованы в кадровой сфере, потому что все-таки сотрудники кадровой службы, они работают с персоналом. Вот если мы возьмем специфику кадровой службы, то, по сути, это единственное структурное подразделение, которое взаимодействует со всеми остальными подразделениями и абсолютно со всеми сотрудниками. Знакомство любого соискателя с компанией начинается именно с кадровой службы. Ну, правда, в кадровой службе и заканчивается такое общение, если речь идет об увольнении. То есть кадровики, менеджеры по персоналу, они взаимодействуют со всеми работниками компании. То есть, с одной стороны, это руководство компании, да, с другой стороны, это персонал компании. И здесь, опять же, требуются определенные навыки. То есть навыки взаимодействия и с руководством, и с нашими внутренними заказчиками. Наши внутренние заказчики – это руководители структурных подразделений, ну и также с персоналом компании. Также следует отметить роль HR-аналитики в бизнес-процессах. Это действительно популярное направление бизнес-аналитика, потому что собственники хотят понимать, вот они тратят средства на персонал компании, вкладывают деньги, да, в сотрудников. Хотели бы понимать, какая отдача, поэтому хотели бы понимать, насколько эффективно работают их сотрудники. Также хотели бы понимать, насколько эффективно работает их компания, да, с точки зрения персонала, с тем, как работают конкуренты. Что же касается менеджера по персоналу, то есть дословно, да, как человеческие ресурсы, на самом деле очень много разных направлений, очень много разных специализаций в этой сфере. Поэтому если мы говорим HR-менеджер, то это такой обобщающий термин, да, это может быть менеджер по подбору, это может быть менеджер по оценке, это может быть даже и HR-дженералист. HR-дженералист – это менеджер по персоналу в единственном лице, который находится в прямом подчинении генерального директора. Дело в том, что потребность в отдельном менеджере по персоналу возникает не сразу, по мере роста и развития, потому что пока компания небольшая, например, там до 30 или до 50 человек, нет отдельного менеджера по персоналу. Обычно эту функцию выполняет, ну, собственно, кто еще с персоналом может какое-то отношение иметь к персоналу? Это бухгалтер, ну, потому что те документы, которые по персоналу оформляют, используют для начисления и выплат. Поэтому обычно эту работу ведет до определенного момента, ведет бухгалтер. Далее по мере роста и развития появляется отдельный человек, который уже непосредственно занимается персоналом компании, появляется менеджер по персоналу, и он находится в прямом подчинении. Вот такого сотрудника называют HR-женералистом. И, как правило, две функции сначала появляются – это подбор и кадровое делопроизводство. А вот уже по мере роста и развития добавляются новые направления, такие как оценка, мотивация персонала, обучение и развитие. Или даже появляется такое подразделение внутреннего пиара, которое отвечает за формирование лояльности сотрудников к организации. Поэтому направлений очень много. Это может быть и рекрутер, менеджер по подбору, это может быть тренинг-менеджер или бизнес-тренер, да, тоже относится к сфере HR. Это может быть асессор или менеджер по оценке персонала. Или это может быть кадровый специалист, специалист по кадрам, который непосредственно занимается кадровым учетом. На сегодняшний момент эти специалисты, менеджеры по персоналу остаются одним из самых востребованных направлений. Если мы проанализируем HeadHunter, то порядка 26% всех вакансий приходится на сферу HR, подчеркну, потому что там действительно очень много разных направлений. И число объявлений, оно вот, если мы берем по итогу прошлого года, возросло в два раза. То есть это количество объявлений по поиску работы. То есть направление это, да, менеджер по персоналу остается достаточно востребованным и популярным. Ну и перспективным с точки зрения развития. Что касается основных трендов на рынке труда, так как все-таки мы HR, это менеджеры по персоналу. И подбираем, обучаем, занимаемся кадровым делопроизводством. Что повлияло на работу кадровиков и менеджеров по персоналу на текущий момент времени. Действительно очень насыщенный был год. И мы можем выделить отдельные тренды, которые повлияли на работу департамента по управлению персоналом, отдела по управлению персоналом или кадровой службы. И на первом месте я бы выделила такой тренд, как мобилизация и отток квалифицированных кадров. То есть многие специалисты кадровой службы и те, кто занимается подбором, на себе испытали этот тренд, который позитивным точно никак не назвать. Кроме того, увеличилась конкуренция на рынке труда за квалифицированные кадры. Ну, потому что очень многие разъехались, кого-то мобилизовали и компании столкнулись с некоторой проблемой. Это проблема специалистов, проблема нужных специалистов. То есть нельзя сразу, одномоментно заменить какого-то ведущего ключевого сотрудника. То есть вот сотрудник уехал, да, это может быть ведущий сотрудник компании, и возникает проблема очень быстро найти ему замену. То есть не всегда это получается. И действительно это проблема. Также, ну вот мои коллеги отмечают, да, такой тренд, это дефицит инженерных кадров. То есть отдельное направление, отдельных специалистов, ну, их действительно не хватает, и приходится тратить достаточное количество усилий на то, чтобы закрыть эти вакансии. Кроме того, сейчас у нас популярность набирает дистанционная работа, то есть удаленный формат работы. Именно поэтому сейчас вот хотят ввести у нас ограничения по удаленной работе, потому что те специалисты, которые раньше работали здесь, опять же уехали, но продолжают работать на российские компании. И вот, например, у меня есть организация, с которой я достаточно давно работаю. Вот у них на сегодняшний момент порядка 20% это удаленные вакансии, то есть сотрудники, которые работают удаленно. До этого у них было где-то, ну, может, процента 3-5%, да, сейчас 20% сотрудники перешли на удаленку. Кроме того, появляются новые работодатели, то есть у нас наметились такие некие тренды, то есть появились работодатели, это компании Китай, Индия и Турция. То есть у нас сейчас большой поток товаров идет через Турцию, и действительно открываются новые компании, которые этим занимаются. Опять же, у меня есть организация, с которой тоже достаточно давно работаю, вот они открыли такое представительство здесь, в Москве, в турецкой компании. Также меняется политика в области подбора и удержания, ну, то есть существенным образом меняется эта политика, то есть компании думают, как искать, где. То есть расширяют воронку подбора, это называется расширение воронки подбора, то есть добавляются новые целевые группы, то есть компании рассматривают тех сотрудников, например, которых раньше не рассматривали. Ну, это касается, например, женщин, возрастных сотрудников, то есть ранее они предпочитали, отдавали предпочтение все-таки мужским, мужской категории работников. Работников, то есть сейчас пересматривают эту политику и добавляют новые категории соискателей. Также разрабатывают политику и в области удержания персонала. Это тоже такой новый тренд, то есть компании стараются бронировать сотрудников, предоставлять им рассрочки, отсрочки, точнее, от службы в армии, например. Ну, то есть существенно трансформируется кадровая политика. Ну, и меняется подход к управлению персоналом, это, собственно, отмечают все. Так, например, на сайте РБК был опубликован онлайн-опрос, результаты онлайн-исследования, в котором приняли участие 310 компаний, задавались вопросы. Компании, подчеркну, из разных сфер деятельности, это и финансовая, и торговая сфера деятельности, строительство, и сфера услуг. Ну, то есть абсолютно разные компании были участниками этого онлайн-опроса и интересовало, в первую очередь, что происходит с подбором персонала в России на текущий момент. Следует отметить, что требования к кандидатам на ту или иную должность не сильно меняются, либо, наоборот, снижаются. Подчеркну, потому что высоко квалифицированных специалистов стало меньше, чем хотелось бы, но меньше, чем было раньше. Также компании расширяют воронку подбора, то есть привлекают, так скажем, соискателей, которых раньше не привлекали. Ну и, конечно же, компании готовы доучивать сотрудников, то есть развивается такое направление в HR-сфере, как обучение и развитие персонала. Это то, что связано с подбором. И второй вопрос, это как работодатели удерживают сотрудников, то есть что предлагают. Ну и действительно, компании сейчас разрабатывают стратегию и по удержанию сотрудников. То есть, например, чтобы даже те сотрудники, которые уехали, продолжали работать на компанию. И представители бизнеса даже оказывают помощь с релокацией, помощь с адаптацией на удаленке. И также в результате опроса выяснилось, что 40% компаний планируют увеличить затраты на удержание персонала. Кроме того, активно разрабатывается стратегия, HR-стратегия на 2023 год. Вот, собственно, что я бы выделила с точки зрения стратегии на 2023 год. На первое место я бы выделила, конечно, это обеспечение кадровой безопасности компании. Кадровая безопасность – это комплекс мероприятий, связанных с минимизацией риска относительно сотрудников, конечно же. Потому что основная задача – это сохранить бизнес, не допустить снижения эффективности этого бизнеса. Поэтому что нужно сделать в рамках кадровой безопасности – это провести анализ организационной структуры и определить ключевые позиции в структурных подразделениях. То есть какие сотрудники являются ключевыми. Потому что, ну, если эти сотрудники резко уедут, да, быстро уедут или их призовут по мобилизации, то в данном случае компания может столкнуться с серьезными проблемами. Если сотрудника нет, и это никак не влияет на эффективность, ну, значит, этот сотрудник не является ключевым. То есть здесь важно выделить именно ключевых сотрудников, которые чрезвычайно важны для компании, и оценить мобилизационные риски. Ну, то есть насколько существует вероятность, что этого сотрудника могут там мобилизовать или он может резко уехать. И далее нужно разработать меры. Нужно разработать меры. Это такие меры, как, например, бронирование граждан. То есть организации могут бронировать граждан. И сейчас активно развивается еще одно направление, которое называется воинский учет в организации. То есть как помочь сотрудникам, например, получить бронь, получить отсрочку. Также необходимо формировать кадровый резерв и расширять целевые группы. Ну, то есть добавлять новые категории соискателей. Также необходимо провести оптимизацию структуры и сократить излишние расходы. Ну, то есть определить зоны роста компании. То есть какие сферы деятельности приносят наибольший доход, являются источником наибольшего дохода. И какие сферы деятельности малоэффективны, возможно, от них отказаться. Также важно это минимизация правовых рисков. За последнее время очень сильно меняется трудовое законодательство. Ну, например, я бы выделила это персональные данные. Персональные данные у нас постоянно вносят изменения в 152-й федеральный закон. И действительно риски очень большие. Нарушить это. Не дай бог какие-то нарушения, очень большие штрафы. Так я еще бы выделила бы охрану труда, потому что с 1 марта у нас новые нормативно-правые акты и воинский учет. И четвертое в рамках HR-стратегии – это автоматизация HR-процессов. То, что я говорила, это переход на электронные документы. Поэтому современному HR-у очень важно быть, так скажем, всесторонне развитым. С одной стороны, необходимо знать и HR-направления, чтобы эффективно трудиться. Например, такие, как подбор с одной стороны. И также такие направления, как кадровое трудовое законодательство. Потому что без знания трудового законодательства невозможно минимизировать правовые риски. А они, к сожалению, есть. Что касается роли и места службы, службы управления персоналом в организации, то основная задача – это обеспечение квалифицированными кадрами. Поэтому одно из популярных направлений этой сферы – это подбор. Помимо обеспечения квалифицированными кадрами, это еще и организация их эффективного использования. Сюда входит и оценка, и мотивация, и обучение и развитие. Также важно, что персонал компании должен быть заинтересован. Должен быть заинтересован в работе. Потому что вот кадровая служба, с одной стороны, это интересы бизнеса. Потому что любая компания, руководство ставит перед нами определенные задачи по эффективной работе. Любой бизнес планирует увеличивать прибыль, развивать те или иные направления, с одной стороны. С другой стороны, это сотрудники. То есть сотрудники хотят, чтобы к ним хорошо относились. Они хотят достойную заработную плату. Они хотят признания собственных заслуг и так далее. И кадровая служба, она вот как раз находится по центру. То есть, по сути, обеспечивает баланс интересов. Служба по управлению персоналом обеспечивает баланс интересов бизнеса, с одной стороны, и с другой стороны сотрудников компании. Все функции HR-службы мы можем поделить на две группы. Это либо управление трудовыми отношениями, это HR. То есть сюда относятся подбор, адаптация, оценка, развитие, мотивация. С другой стороны, это оформление трудовых отношений, это кадровое дело производства. Вот есть разница между кадровиком и HR. Например, HR это больше такое творческое направление, вот менеджер по персоналу, это такое больше творческое направление. Подбор, оценка, обучение, развитие. А с другой стороны, это оформление трудовых отношений, это кадровики. Они занимаются подготовкой приказов, работают с различными унифицированными формами. Они сдают отчеты различные в пенсионный фонд, например. Они работают с трудовыми книжками, занимаются отпусками, увольнениями. Вот это кадровики. То есть кадровики это больше трудовое законодательство, а менеджеры по персоналу такое более творческое направление. Также у нас есть требования к профессионализму специалистов кадровой службы. Эти требования к профессионализму закреплены в профессиональном стандарте специалист по управлению персоналом. И с 1 сентября этого года у нас действует новый профстандарт. Поэтому если вам интересна данная сфера, то я, как правило, рекомендую ознакомиться с этим профстандартом, посмотреть, что изменилось, то есть что новое, что добавили. Но на самом деле вот этот новый профессиональный стандарт, он просто учел последние изменения. То есть законодатели учли последние изменения. Последние изменения это автоматизация кадровых процессов и электронный документ оборот. Ну то есть немножко этот профстандарт был актуализирован. Потому что первоначально первый самый профессиональный стандарт по управлению персоналом был утвержден приказом Минтруда еще в 2015 году. И за это время, конечно же, немножко устарел и его просто немножко обновили. И с 1 сентября у нас вот есть обновленный профессиональный стандарт. И еще один профессиональный стандарт в подборе. Это специалист по подбору рекрутера. Ну то есть в нашей сфере два профессиональных стандарта. Профессиональный стандарт специалиста по управлению персоналом состоит из обобщенных трудовых функций. Всего их 8 обобщенных трудовых функций. Первая обобщенная функция это документационное обеспечение работы с персоналом. Это кадровое дело производства. То есть вот одна функция посвящена оформлению кадровых документов. Далее это деятельность по обеспечению персоналом. Деятельность по обеспечению персоналом это подбор. Далее деятельность по оценке персонала. Это менеджер по оценке. Деятельность по развитию. Это менеджер по обучению развитию. Еще в простандарт включена такая функция, как деятельность по организации труда и оплате труда, и деятельность по организации корпоративной и социальной политики. Две последних обобщенные функции – это операционное управление персоналом, это на уровне руководителя, на уровне начальника отдела, это операционное управление, и восьмая обобщенная функция – это стратегическое управление персоналом, это на уровне директора по персоналу. Ну вот, собственно, профессиональный стандарт в нашей сфере и определяет специфику построения наших курсов, потому что вот наши курсы, они учитывают требования к уровню профессионального мастерства современных работников службы управления персоналом. То есть у нас есть как HR направление в соответствии с теми функциями, которые определяют наш профессиональный стандарт, и также есть и кадровое дело производства. Ну и сегодня я хочу представить вам программу. Это дипломная программа «Менеджер по управлению персоналом», которая, опять же, учитывает все современные тенденции, все современные тренды, о которых я вам говорила, состоит из 11 курсов, и это 308 академических часов. Какие курсы? Кстати, сами ссылочки, ссылочки на дипломные программы я вам скинула в чате. Вот первая ссылочка в чате – это дипломная программа «Менеджер по управлению персоналом». Состоит из 11 курсов. Первый курс – это «Менеджер по управлению персоналом», и ближайшая группа у нас стартует уже 2 января. Поэтому если вы вдруг думаете, чем вам заняться на новогодние праздники, то я вас приглашаю поучиться. То есть 2 января у нас стартует программа в рамках открытого обучения. Это «Менеджер по персоналу», уровень 1. Также еще в программу у нас входит право для работников кадровой службы. Это именно знание трудового законодательства. Это очень важно современным работникам. Профессиональные стандарты, потому что на сегодняшний момент у нас порядка 2000 различных профессиональных стандартов из разных сфер деятельности. И компании действительно используют и внедряют профессиональные стандарты. Эффективное закрытие вакансий в 2022 году – это такие направления, как сурсинг и хантинг. Тоже очень интересное направление – это где искать, как искать сотрудников и как переманивать сотрудников из других компаний. Практикум по карьерному консультированию, потому что карьерная консультация очень важна для сотрудников компании. То есть по результатам оценки, как правило, мы можем построить карьерную траекторию, как вертикальную, так и горизонтальную. Построение эффективной системы оплаты труда, потому что оплата труда – это часть мотивации сотрудников и, так скажем, приоритетное направление. Менеджер по оценке аттестации, потому что многие компании проводят оценку персоналом. Менеджер по обучению и развитию, потому что, к сожалению, на рынке очень мало готовых специалистов-новичков. Вот если даже закончить высшее образовательное учреждение и получить, я не знаю, диплом по управлению персоналом, как правило, наши вузы дают хорошие академические знания, но совсем не дают практических навыков. И компании вынуждены доучивать сотрудников, то есть используют такое направление, как обучение персонала в компании. Собственно, чем хороши наши курсы? Тем, что на наших курсах мы именно даем практические навыки. То есть если это кадровая работа, то это действительно кадровая работа, это актуальные знания, с которыми вот можно прям сразу идти и устраиваться на работу. В отличие от, допустим, программ вузовских, таких как бакалавриат и магистратура. Ну, то есть, собственно, даже если мы закончим, а так как я знаю, о чем говорю, я еще являюсь преподавателем кафедры по управлению персоналом. И, то есть, академические знания хорошие, но с точки зрения практикоориентированных направлений, их, конечно, меньше, чем хотелось бы. Также программа обучения включает еще такой курс, как современные методы работы с кадровым резервом, кадровая безопасность и дипломная программа предусматривает также итоговую аттестацию по всем этим курсам. То есть, 11 курсов. Вы выбираете удобный формат, то есть, не обязательно сразу прям без перерыва заканчивать все эти 9 курсов, потом 10, 11. То есть, можно, допустим, один курс закончить, потом какой-то перерыв, да, потом еще один курс. Ну, то есть, вы можете самостоятельно планировать график. Также, например, вы могли уже какие-то курсы у нас проходить, ну, например, у меня есть слушатели, которые были на курсе менеджер по персоналу уровень 1. В данном случае вы можете добрать недостающие курсы до дипломной программы. Подчеркну, потому что сейчас требования к уровню квалификации менеджера по персоналу ужесточаются, то есть на рынке предъявляют определенные требования к уровню профессиональных знаний. И, конечно, диплома профессиональной переподготовки – это чуть лучше, чем удостоверение о повышении квалификации. В процессе обучения на нашей дипломной программе вы познакомитесь и с методами подбора, то есть, как правильно подбирать с точки зрения запросов бизнеса, как эффективно работать с нашими внутренними заказчиками, как подбирать, как адаптировать сотрудников, какие методы адаптации есть, какие методы оценки существуют, что используют современные компании в данный момент, как эффективно мотивировать и стимулировать сотрудников. По окончанию курса вы будете уметь реализовывать кадровую политику в компании, будете уметь управлять системой мотивации, будете уметь проводить оценку, то есть получите актуальные знания, востребованные знания. И в дипломную программу у нас входят только актуальные курсы, которые соответствуют требованиям рынка, то есть требованиям рынка труда к специалистам данного профиля. И целиком и полностью соответствуют профессиональному стандарту специалист по управлению персоналом. И есть еще одна программа. Опять же, эта программа будет интересна тем, кто уже работает в кадровой сфере, то есть у кого уже есть какой-то определенный опыт. Эта программа называется «Директор по персоналу». И состоит она из девяти курсов. И как бы продолжает предыдущую программу, хотя некоторые курсы у нас даже пересекаются. Так, например, программа «Менеджер по персоналу» включает менеджер по персоналу уровень первый, а «Директор по персоналу» как бы продолжает. И уровень два, то есть менеджер по персоналу уровень два входит в эту программу. Также здесь больше таких руководящих направлений, таких как «Руководитель структурного подразделения». Это разработка ключевых показателей эффективности, KPI. Так, добрый вечер. А что есть относительно автоматизации HR-процессов? Про автоматизацию HR-процессов у нас есть везде. Дело в том, что у нас ни одного курса нет без автоматизации. Если мы возьмем «Менеджер по подбору», то есть вот у нас есть такое направление, как «Подбор» входит в структуру, да, наша программа, то, конечно, мы работаем с определенными программками, например, такими как «Хантфлоу». Вы можете зайти на страничку нашей дипломной программы, и там где-то даже есть обучающий видеосеминар, как работать с этой программкой. Также я знакомлю, например, если у нас вот курс «Менеджер по оценке персонала». «Менеджер по оценке персонала» мы знакомимся с тем, что предлагает современный рынок, как автоматизировать оценку персонала. Я, например, знакомлю с той программой, в которой сама работаю, это Pro Action Pro. То есть есть такая программа. Ну и, конечно же, так как я сертифицированный специалист SHL, я знакомлю с такой программой автоматизации, как SHL, конечно же, да, у них широкий перечень этих, так скажем, программ есть, да, как проводить оценку персонала, например, дистанционно. Поэтому все это есть. «Менеджер по обучению и развитию», то есть сейчас у нас активно используются VR-технологии в обучении, да, виртуальная реальность, поэтому мы со всем этим знакомимся. То есть отдельно это не выделено, но это проходит по всему диплому. Также у нас есть, например, HR-аналитика, то есть такой курс, как HR-аналитика. Поэтому там тоже есть автоматизация, безусловно. Да, я ответила на ваш вопрос. Кому будет интересно? Будет интересно специалистам кадровой службы, ну, например, с точки зрения повышения квалификации. Также это будет интересно и специалистам смежных профессий. Ну, например, у нас происходит иногда миграция, то есть те, кто работает в кадровом делопроизводстве, им становится скучно. Кстати, по поводу кадрового делопроизводства, у нас сейчас тоже автоматизация электронной документы. Электронный документ оборот сейчас тоже очень востребованно. То есть сейчас переходят на электронные документы, даже те, кто еще не перешел. И вот иногда становится скучно с приказами, отпусками, хочется что-то такое более динамичное, интересное. И переходят, например, в подбор или оценку. Также это может быть специалистам, которые хотели бы получить повышение по службе, то есть, например, дорасти до HR-директора. Новичкам в профессии, потому что подчеркну, что даже если мы закончим магистратуру по управлению персоналом, это вовсе не даст нам актуальных знаний, которые мы тут же можем с вами применить на практике. Иногда происходит такой длительный перерыв в работе. Но этот длительный перерыв в работе может быть связан, например, с декретным отпуском. То есть когда знания уже устарели, их уже невозможно применить. И тогда возникает такая необходимость пойти, повысить квалификацию. Ну вот после длительного перерыва. Ну и руководителям также. Руководителям с точки зрения повышения квалификации. Особенности программы – это современные методики и инструменты. Это 308 часов. Мы используем разные форматы наряду с традиционным. Мы используем и смешанное обучение. То есть, например, мы можем сочетать очную форму обучения и форму обучения дистанционную. То есть, например, если вы не можете подключиться, то есть, вы не можете приехать, вы всегда можете подключиться удаленно. Также престижные дипломы повышения квалификации. И все наши программы при разработке всех наших программ используются профессиональные стандарты. Программы профессиональной подготовки. У нас достаточно широкий перечень программ профессиональной подготовки. Я далеко не все представила, которые у нас есть по управлению персоналом. Курсы у нас ведут преподаватели практики с достаточно большим опытом работы. Занятия проходят в форме интерактивной лекции с использованием различных практических заданий. Ну и если речь идет о профессиональной переподготовке, то это диплом. Диплом – это мы можем сравнить дипломы профессиональной переподготовки с, я не знаю, с дипломом высшего образования. Потому что профессиональная переподготовка – это новая профессия, новая сфера деятельности. И специалист с таким дипломом сразу может приступить к работе. В процессе обучения у вас будет рабочая тетрадь записи вебинаров, которая доступна вам в течение шести месяцев. Также все преподаватели у нас готовят какие-то дополнительные материалы для своих слушателей. И вы можете в процессе обучения выполнить домашние работы, выполнять домашние работы. И даже подготовить себе некое портфолио для последующего трудоустройства. По формату обучения все зависит от того, насколько быстро вам нужно подготовиться. То есть это можно, так скажем, до пяти занятий в неделю. Либо это может быть занятия только по выходным. Либо это могут быть занятия каждый день. Как я уже говорила, что приглашаю вас прям присоединиться к занятию. 2 января у нас стартует курс. То есть вы сами выбираете удобный для себя формат обучения. Это может быть очно, потому что для некоторых принципиально важно очно общаться с преподавателем. Это может быть очно, заочно или полностью онлайн. Еще у нас есть так называемое свободное обучение, когда вы сами выбираете, когда и какой курс вам прослушивать. Также у нас есть занятия в формате открытого обучения, индивидуального обучения и курсы выходного дня. Поэтому я вас приглашаю на открытое обучение, как я уже говорила, 2 января. То есть у нас есть курс 2 января. И можно получить удостоверение о повышении квалификации уже сразу после окончания новогодних праздников. По окончании вы получаете, если это не диплом, короткая программа, это удостоверение о повышении квалификации, либо это диплом о профессиональной переподготовке. Также хочу отметить часто задаваемые вопросы, такие как, например, можно ли присоединиться к группе после старта. Действительно можно, потому что вам доступны записи курсов. И если вы какое-то занятие пропустили, то вы всегда можете это занятие прослушать. Также, если вы, например, уехали в отпуск, то вы всегда можете подключиться к занятию удаленно. И, как я уже говорила, все материалы вам доступны. Записи вебинара вам доступны на протяжении шести месяцев. Уважаемые слушатели, сейчас я хотела бы передать слово нашему карьерному консультанту Енине. Енина. Добрый день, уважаемые слушатели. Светлана Владимировна. Сейчас я вам передам право презентатора. Я ожидаю. И, уважаемые слушатели, не отключайтесь, потому что в конце я вам хотела бы предоставить промо-код, промо-код на существенную скидку на наши курсы, поэтому... Да, спасибо большое. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Рада приветствовать всех, кто еще с нами в этот вечер. Я представляю службу трудоустройства учебного центра «Специалист». Меня зовут Нова Енина. Что я хочу сегодня рассказать? Я хочу рассказать о программе поддержки трудоустройства выпускников, рассказать о бесплатном курсе по трудоустройству, также немного затрону вопросы обзора рынка труда и заработных плат в сфере HR. Итак, что собой представляет программа поддержки выпускников? У нас есть бесплатный курс по трудоустройству. Мы оказываем бесплатные карьерные консультации нашим выпускникам, помогаем в составлении резюме, организуем стажировки, собираем интересные вакансии от самых успешных и престижных работодателей, также организуем дни карьеры, куда приглашаем интересных спикеров, представителей HR, кадровых служб-работодателей, карьерных консультантов и хантеров. Итак, карьерные консультации бесплатны для наших выпускников. Если среди слушателей сейчас есть кто-то, кто обучался за свой счет, вы можете сейчас прямо пройти по QR-коду и записаться на бесплатную карьерную консультацию. Я помогу вам в составлении продающего резюме, написании сопроводительного письма, помогу подготовиться к собеседованию. Особенно сейчас очень актуально запрос наших слушателей, как представить нерелевантный опыт в своем резюме, когда вы получили, например, диплом о переподготовке и стартуете, так скажем, в новой для себя сфере. Для всех, кому интересно, у нас есть бесплатный курс по успешному трудоустройству и поиску работы, если кто-то из ваших близких, знакомых, родственников сейчас находится в поиске работы, вы можете сейчас сфотографировать промокод или перейти по ссылке, прошу прощения, QR-код или перейти по ссылке и сможете записаться на этот курс. Курс помогает сориентироваться в современном рынке труда, подготовиться опять же к интервью с рекрутером и нанимающим менеджером, избежать ошибок при оформлении на работу, научиться также грамотно составлять резюме и сопроводительное письмо. Курс длится 8 академических часов, там более подробно рассказывается о всех вышеперечисленных направлениях. Теперь я прошу вас обратить внимание на обзор рынка труда в сфере управления персоналом. По данным компании HACE, представлено как раз обзор рынка труда заработных вклад в России 2002 года. В 2021 году, как Светлана Владимировна уже выше рассказала, чаще искали специалистов по подбору персонала рекрутеров, IT-рекрутеров, эта сфера уже превратилась в отдельное направление и самая востребованная была в 2021 году. HR-бизнес-партнеров Светлана Владимировна также уже отметила, что сейчас в российских компаниях растут институты HR-бизнес-партнерств, особенно сильные компетенции в области управления изменениями, потому что HR-бизнес-партнер выстраивает HR-политику, оптимизирует процессы, внутри компании управляет расходами на персонал, повышает мотивацию и вовлеченность персонала, поскольку вот, если вы знакомы со статистикой, согласно исследованию Гэллоп, в России всего 19% работников вовлечены в процесс. И, собственно, менеджеры по управлению талантами, развитию персонала также востребованы сейчас на рынке труда, поскольку они также занимаются удержанием и вовлечением персонала. Следующая позиция, каковы чаще искали в 2021 году, это HR-аналитик. Спрос на HR-аналитику сейчас растет, поскольку, как также уже сказала Светлана Владимировна, сейчас все компании стараются интегрировать все процессы, организационные процессы, выстроить в единую систему, в том числе HR-процессы. Также я хотела вам показать актуальные исследования рынка труда и обзор заработных плат по состоянию на сентябрь текущего года. Компании, занимающие освобождающиеся ниши в настоящий момент, нуждаются в корректировке или создании новой организационной структуры, выстраивании системы мотивации, что обнаруживает, опять же, повышенный спрос на директоров по персоналу, HR-процесс-партнеров и так далее. При этом, хотела бы подчеркнуть, что выросла конкуренция на рынке труда среди IT-рекрутеров и HR-директоров, потому что большой спрос среди кандидатов. Много соискателей сейчас на рынке труда и, к сожалению, кандидаты в силу высокой неопределенности на рынке труда готовы пойти на заработную плату более низкую. Но при этом есть позитивные моменты, отмечен рост заработных плат в блоке компенсации льгот. В целом, как нам говорит рекрутинговая компания, во втором полугодии 2022 года ситуация на рынке труда относительно стабилизировалась. Дальше я хотела бы показать информацию по заработным платам. Опять же, здесь это актуальное исследование по состоянию на сентябрь 2022 года. Но не буду озвучивать все позиции. Выберите интересующую вас, посмотрите минимальную, среднюю и максимальную заработную плату. Собственно, как бонус, хотела вам рассказать о эффективных каналах поиска работы по состоянию на 2022 год. По данным исследования крупнейшей рекрутинговой компании Антал, 26% соискателей нашли работу через соответствующие сайты по поиску работы. Также прошу вас обратить внимание, что профессиональные и личные контакты, так скажем, личный и профессиональный нетворкинг позволил 29% соискателей найти работу. В 18% в случаях работодатель сам вышел на соискатели, 17% через рекрутинговую компанию. Ну и, соответственно, прямое обращение к работодателю и социальные сети занимают там 5,3% соответственно. На этом мое сообщение закончено. Приходите в наш центр специалист. Добро пожаловать. Спасибо большое, Енина, за очень интересный рассказ о рынке. Коллеги, уважаемые слушатели, я хотела сейчас продолжить недолго вам. И по поводу промокода. У нас сейчас действует промокод на скидку. То есть его можно будет использовать с сегодняшнего дня и до 29-12. То есть сейчас вы можете получить скидку в 14 тысяч рублей. То есть это... Речь идет о дипломной программе «Менеджер по персоналу». Да, «Менеджер по управлению персоналом». Спасибо, вот коллеги написали. И ссылочка на программу, где действует этот промокод, тоже есть. Уважаемые слушатели, тогда, если какие-то вопросы есть, я готова ответить на них. Вам большое спасибо за участие. Уважаемые слушатели, тогда, если какие-то вопросы есть, я готова ответить на них. Спасибо. Спасибо.